Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами макияж по запросу Макияж в бежевых карамельных тонах Это вот наша сегодняшняя тема Скомпилирована она из нескольких вариантов Как сделать макияж в карамельных оттенках И еще было парочку запросов Мне подарили конкрет беж Как конкретно им сделать макияж Ну и плюс очень много Покажите легкий коктейльный мейк Покажите легкий макияж, чтобы выглядеть секси В общем, мы сейчас это все соберем Сделаем очень быстрый макияж Несколькими всего продуктами И очень важно здесь, что он не привязан вообще ни к какому типажу Потому что в целом это универсальные оттенки Оттенки оттенков кожи Короче, максимально универсальный Давайте сделаем тон У меня вообще есть немножко Я его просто освежу Чтобы освежить, буду использовать фикси-спрей в качестве праймера Очень удобно, если вы сделали уже мейк И хотите его поправить Я буду использовать милки буст Это новый у колорансика прикольный вышел Тональный крем, даже не крем, а молочко Ну реально, да С таким glow эффектом нам очень подойдет При этом легкое средство Давайте покажу сначала пальцами, потом кистью Видите, как молочко, беленькое средство В симпатичной пузатой баночке пахнет манго Чем-то таким Тынц-тынц-тынц Тынц-тынц-тынц-тынц Цвета вашей кожи и подстраивается В зависимости от того, насколько теплые ваши пальчики Он очень увлажняющий такой, немножко стеки эффект есть у него Вот для сухой кожи или кожи обезвоженной В самый прям раз Я немного нанесу на палитру и покажу вам, как кисточкой его наносить Мягкую возьму И нанесу У кисточки нет тепла Поэтому он наносится, набирает цвет Чуть-чуть дольше, чем от пальчиков Но в целом тоже можно Можно добавить просто плотность покрытия На определенных участках Причешем брови И сразу пойдем украсить глаза И делать коррекцию Все это мы будем делать с конкретным честным Давайте сразу мягкой синтетической кисточкой Наберем немножко конкретно Посмотрите, как правильно набирать Вы чуть-чуть подбираетесь к цвету И вот прям хоп-хоп Растушевывайте на кисточке Чтобы у вас цвет был максимально на ней равномерно Видите? Максимально равномерно Скулы Веки Если вдруг вас интересует, что здесь происходит Вот, пожалуйста Мистер Кот тут сидит Следит за нами На веки достаточно широко можете наносить Больше упираю в складку верхнего века Прям мягко и широко сделаем Подбородок немножко Баковые поверхности лба Линия роста волос, если надо Если лоб высокий Поменьше возьмем кисточку Точно так же набираем Подбираетесь немножко И растушевывайте Чик-чик-чик-чик-чик-чик во все стороны На нижнее веко наносим И из нижнего века переходим на складку верхнего Вот так прям чик и переезжаем сюда Вот и человек Чуть больше уделим внимание внешнему уголку Чуть больше его затемним И растянем к вискам Аккуратнее, аккуратнее К вискам это цельтесь где-то в середину виска Будет прям оптимальное направление вашей растушевки Носик чуть-чуть Сразу растушевать И еще кисть поменьше возьму Плоскую, овальную, синтетическую Подведу губы Конкрет честно Он очень красиво ложится В качестве контурного продукта для губ И можно увеличивать хорошо губы Подчеркнуть контур И использовать его в качестве Такой красивой карамельного цвета основы Как жженая карамель Видите, я потихонечку-потихонечку Продвигаюсь повыше к контуру За счет этого увеличиваю губы Чуть затемняю в уголках Чтобы центр был посветлее Чтобы был объем Помягче кисточкой подрастушеваю Этой же кистью набираю побольше конкрета И подвожу глаз по верхнему ресничному краю Расширяясь к внешнему уголку Такой треугольничек у вас получится Здесь даже можно и поменьше Вот так, видите? Чтобы глаз немножко во внешнем уголочке пошел наверх По нижнему веку Заполняю вместе со слизистой Прямо до внутреннего уголка То же самое, второй глаз У внутреннего уголка прям узенькую линию делайте А у внешнего прям широкую Мягкой кисточкой подрастушуем Потому что нам не нужна стрелка Нам нужно мягкие такие прям смоки Типа Внутренний уголок прям хорошо прокрасти На скулы можно даже еще добавить цвета Чтобы сразу его немножко растушевать в румянец На этом этапе мы красим ресницы Очень ярко и очень черным Чтобы понять, достаточно ли мы затемнили Ресницы очень сильно меняют все в мейке Ресницы и брови Поэтому мы сейчас их сделаем Очень яркую тушь берем Среди маскара Colorance Свеженькая у меня здесь Почему нужна яркая тушь И почему нужен черный? Пока ресницы крашу, рассказываю Красно-коричневые оттенки Вот такие, как чеснет Они являются одними из самых комплементарных Для лица человеческого Они делают цвет глаз ярче Они очень мягко подчеркивают контуры С их помощью можно увеличивать губы Это идеальный оттенок Но вот этот красный потон Он как в плюс работает, так и в минус Они могут сделать глаза болезненными Особенно если какие-то красные капилляры Видны на белках Они могут их подчеркнуть Или подчеркнуть Под конец рабочего дня Когда вы уже устали И чтобы этого не произошло Необходим черный Очень уверенный Очень яркий Черный в качестве основы Фундамента для этого красно-коричневого И тогда все работает супер круто И плюсов на самом деле У красно-коричневого намного больше Чем минусов Вот видите Только верхние реснички накрасили сейчас черным И уже какая большая разница Поэтому не надо бояться Что вы будете как вампир выглядеть Не будете Если накрасите ресницы ярко Черной тушью Не будете Если скроете красноту на коже Не будете Если весь макияж будет опрятным Неопрятность в макияже Создает размазанные красные оттенки Вот например Если у вас неопрятно накрашены губы То в уголках будет какая-то краснота Вот это все Красно-коричневому оттенку Дает возможность сделать из вас вампирчика Если вы сделали хороший тон Подровняли контур губ Закапали капли в глаза на худой конец Накрасили ярко ресницы черным И сделали аккуратные брови Вас очень быстро будет преображать этот оттенок Вот прям инфа 100% Проверено на миллионах людей Пока ресницы сохнут Накрашу брови Сюда же в чеснот добавлю хаки оттенок Чуть-чуть совсем Вот по сути в основе оттенок хаки Я немного просто подмешаю сюда чеснот Вообще чуть-чуть Потому что если вы смешаете 50 на 50 Получится кстати очень красивый оттенок Но для губ Такой грязновато тоже карамельный красивый Мы сейчас вот такой вот пыльно-карамельный Вот типа цвета Цвета меня Получили для бровей Он нам почему важен? Потому что в нем есть оттенок чеснот Который у нас на глазах Это значит что брови с макияжем глаз Будут очень хорошо сочетаться Я очень мягкие буду делать брови Мягкие и широкие Из-за того что цвет не темный Я могу себе позволить Делать такие движения прям пошире Дорисовываю волоски Но все равно достаточно плотненько Чтобы была заполнена общая масса бровей То есть пространство между волосками Получится тоже заполнено Где стараюсь прям волосками Где-то очень мягко Чтобы они получились такие прям естественные Чтобы прорисованность не бросалась в глаза Расчесываю Пускай подсохнут Нижние ресницы Довольно тоже ярко их накрашу Чтобы прям акцент на них сделать И вот много уже чего на лице стало Ярким брови, глаза, губы Необходимо немножко в центральной части Уплотнить тон Я возьму стик Шесейда Давно показывала вам тоннельное средство Этого бренда И мягкой кисточкой растушую Он прям тающий Он прям так сливается с кожей Классно Мне очень нравится И в целом я пока еще не встретила тональное средство С которым бы он не подружился Помимо своего родного Шесейда новенького Он также классно сочетается И с биби-кремами И вот с этим, например, молочком тонирующим Вот с помощью такого стика Набрав я немножко на кисточку Можете подровнять контур губ Подровнять еще какие-то маленькие участки И на арену выходит Контрит беж Бежевенький, но с розовиночкой Потому что так более носительно И потому что есть у меня в планах Бежевый без розовиночки Что мы этим бежем с вами сделаем Набираем мягкой кисточкой Беж очень нейтральный оттенок Можете его сразу взять побольше Поскольку он не контрастирует с оттенком кожи Наносим беж в качестве легкого румянца Наносим на спинку носа Вот сюда Такое чувство, что у вас как будто бы вот так вы прошли Можете даже так и проходить Кончик носа совсем чуть-чуть С синтетической кистью мягкой набираем Наносим на подвижное веко И такой же мягкой кисточкой набираем цвет Либо прям пальчиком немножко И втираем в губы Немного совсем и нас интересует только центр губ Фиксируем пудрой Также возьму небольшую кисточку наберу пудры Зафиксирую брови Зафиксирую конкретик Добавлю подсветку кожи С помощью фиксит спрей Она такая немножко получится С лоском И на губы нанесу лип маск Чтобы был тоже такой влажный эффект Ой, много взяла Полезно, конечно Но для эффекта, наверное, нам надо поменьше Плюс у вас получится красивый стойкий цвет И увлажнение Конечно же, если вы наносите маску поверх конкрет То конкрет свою вот супер стойкость теряет Но в целом это не сложно поправлять Если что в течение дня Итак, друзья, мы можем с вами подытоживаться Прическу поправим Мы сделали с вами в карамельных оттенках Такой макияж достаточно яркий цвет Это сжженые карамели Выделили глаза и губы И, как видите, у нас в основе всего два продукта Это конкрет честный самый универсальный Из темных, пожалуй И конкрет беж самый универсальный из светлых Конкрет беж любимец у визажистов Потому что вот это очень коммерческий образ Его часто просят клиенты Сделайте мне ярко, но не ярко Секси, но не вызывающе И вот вам, пожалуйста, идеальный и очень простой мейк Если вот без болтовни Реально вы там за 10 минут управитесь Давайте покажу вам, как можно сделать апгрейд этого мейка Например, если вы хотите, чтобы он у вас стал прям уже праздничный Мы с вами что сделаем? Добавим сияние Возьмем металлайстросильвер Он нам будет здесь красиво У нас скоро такие красивые новые придут металлайстры Вы прям обалдеете Но пока я не могу вам их показывать Поэтому спойлера не будет Наношу поверх Вы должны понимать, что у любого мейка есть развитие Вот, пожалуйста, вам развитие Я даже не буду слишком много делать Я просто нанесу на подвижное веко На нижнее даже не буду его спускать Потому что сразу же настроение мейка меняется Чуть-чуть больше выхожу на внутренний уголок глаз, чтобы его подсветить Немного хочу нанести на скулы Здесь красивое очень свечение осталось от фикси-спрея Я вот прям его обожаю, потому что с ума мне сводит, как выглядит такая кожа Самый мягкий веерочек беру Чуть-чуть нанесу на скулы и прямо на щечки Такая легкая бронзовость появится в мейке То же самое на спинку носа Эффект такого подкоптившегося на солнце личика делаем На кончик носа, чуть-чуть подбородок Done! Видите? Сразу glowing sexy мейкап у нас получился Не только в карамельных тонах, но еще и в сиянии Если вы уж прям собрались на тусу и на пати Всегда есть куда развить такой макияж Например, вы можете добавить блестки Причем блестками вы можете полностью поменять настроение мейка Можете немножко выделить внутренний уголок глаз Или центр подвижного века какими-то нейтральными Серебряными, золотыми Сцент оттенок очень красивый, искренный косметик, песочный И это будет лаконичное продолжение мейка А можете, например, взять какой-то близкий по тональности, но контрастный Например, зеленый, вот grass green И сразу поменяет настроение, будет оно такое чуть более хиповое Останемся в классике Но смотрите, какой прием я использую Я беру контрастную тональность блесток То есть, если у меня весь макияж в теплых тонах Я беру холодные блестки Я вам показывала несколько раз на примере ярких оттенков Когда я брала конкрет мандарин, например, он очень теплый И наносила серебряные блестки Или наоборот, брала холодный оттенок Плам и наносила золотые блестки Вот этот контраст, он делает макияж запоминающимся И нетривиальным Классный прием, потому что, ну, золото на бежевом Оно как бы и так понятно А на бежевом или на карамельно-теплом серебро Это уже концепт Текстурмастер крем Разбавитель кремовый Конкретно, он же отличный держатель для блесток Кисточкой нанесем Я хочу только над зрачком, над радужкой Поставить блесточный блик Нанесу сюда текстурмастер Кисточку вытру Этой же кистью набираю блесток Сразу же в баночку стряхиваю лишнее Подбородок выше Глазки вниз И прикладываем Хоп! Получился дополнительный блик Какой-то такой маленький вау-эффект В этом сезоне мы почти каждый мейк С вами будем дополнять глиттером Чтобы вы, во-первых, научились прогрессировать мейк То есть изменять его И, например, после утра накрасились легко К вечеру добавили блесток И все, и вы классная А, во-вторых, потому что это супертренд Мне кажется, в каждом втором показе На весну-лето был глиттер в макияже модели И мы не можем игнорировать сейф-ап Тем более, что мы этому очень рады Когда у вас есть такой огромный ассортимент Хороших блесток Которые не царапают слизистые глаза И хорошо держатся И суперсильно блестят Почему бы не добавить немного праздника Особенно, когда вот все вокруг немножко напряженное Чем напряженнее, тем больше блестка Ну что, карамельки мои ненаглядные Мы с вами закончили, разобрали еще один пласт целый В макияже Пишите, пожалуйста, в комментариях здесь Или в инстаграме о том Что еще вам хочется посмотреть Может быть, даже не связанное с макияжем Я с удовольствием поделюсь А мистер кот хочет помахать лапкой Мы с вами прощаемся ненадолго Мейка у нас в этом сезоне с вами много Чему мы несказанно рады И будем с мистером котом Повествовать вам о бьюти-тенденциях Все, хорошее настроение Не хандрите Веселитесь даже, если вы одни дома Не ленитесь ухаживать за собой И все будет классно у нас у всех Всех целую и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok